Иностранное вмешательство и привлечение к несанкционированным акциям несовершеннолетних обсуждали сегодня на заседании специальной комиссии в Государственной Думе. Ее председатель, депутат от Единой России Василий Пискарев резко раскритиковал работу соцсетей Facebook, Twitter и TikTok, а также иностранные СМИ, BBC, Deutsche Welle, Ресурсы, Радио Свобода, ну и правозащитная организация Human Rights Watch, Amnesty International. Они, но не только они, ведут спланированную работу с детьми с целью дестабилизировать ситуацию в России. Этим методом манипулирования детьми учат на зарубежные деньги и в зарубежных организациях. Многие дети на самом деле думали, что идут гулять, а по факту неожиданно столкнулись с реальной жизнью. Они говорили, что полиция не настоящая, что заборы не настоящие, что в случае чего они всегда смогли бы перезагрузить программу и опять вернуться к исходной точке. К сожалению, должна сказать, что Радио Свобода в России иностранный агент. И продолжая тему. Пискарев также провел параллель между участием несовершеннолетних в акциях протеста и группами смерти, синими китами. Об упущенном поколении говорила и уполномоченная по правам детей в России Анна Кузнецова. Она предложила ограничить информационный поток для несовершеннолетних, а также создать для них позитивный контент. Мы столкнулись с новым вызовом, когда к нашим детям буквально без стука ворвались через те социальные сети, доверенные для них источники информации. Мы позвали их нарушить закон. Ну вот так нарушить закон. Завтра можно по-другому нарушить закон. Давайте стекла бить, на следующий день, я не знаю, там, костры жить, давайте дома спалим. В следующий раз нам против родителей выступим. Здесь, конечно, родители выступили единым фронтом, отцовское сообщество, когда совет отцов приуполномоченным правом ребенка был, просто звонили родители, нашим коллегам в регионах, они были просто в ужасе, потрясены, что нам делать, у меня ребенок собирается куда-то идти. Тут не могу не напомнить, что мы не нашли и, в общем, никто не обнаружил пока еще прямых доказательств того, что кто-то из представителей Алексея Навального или фонда борьбы с коррупцией, иностранный агент, замечу в скобках, чтобы они призывали несовершеннолетних выходить на акции протеста, которые не были согласованы с властями российских городов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня же о фактически развязанной против России информационной войне. В ней сторонники Навального играют роль агентов иностранного влияния, заявила Захарова. Упомянула и о готовящейся акции соратников Навального 14 февраля. Смотрите, Волкова, Шоркова, какая-то оппозиция. Оппозиция – это люди, которые работают в интересах страны, которые работают на преодоление проблем, а не на создание проблем для своего же собственного народа. Никакая оппозиция не будет обращаться к зарубежным государствам с просьбой обведения санкций против своей страны и против своего народа. Понимаете? Это не оппозиция. Надо называть, опять же, вещи своими именами. Речь идет просто об агентах влияния. К сожалению, как здесь, опять же, было сказано, вот эта информация до молодого поколения не доходит. Понятно, почему. Потому что это требует подготовки, восприятия даже этих слов и понимания этих слов. Да, что такой доктринальный документ. Куда проще взять фонарик и, так сказать, выполнить вроде простое действие. Тема западного вмешательства и заговора иностранцев с целью свержения власти в стране сегодня главная в стенах российского парламента на разных уровнях. Этот вопрос животрепещущий обсуждался. Ярко выступил сегодня бывший ведущий Первого канала, а ныне вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой. Он сравнил акцию с фонариками, которую объявили соратники Навального, с действиями коллаборационистов в блокадном Ленинграде. Призывы все эти светить фонариками в темноте. Это, в общем-то, на самом деле, знаете, это не милая акция про любовь. Это не просто попытка мобилизации молодежи. Это такая цветная технология шарпа. И вообще это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации. Напомню, чуть ранее акцию прокомментировала официальный представитель российского МИДа, уже тут фигурировавший Мария Захарова. Она назвала эту акцию, цитируя, «классической работой Запада». Еще вспомнила про «Цветочки», революцию рос в Грузии. Так что же это были за коллаборационисты в Ленинграде? Мы решили спросить об этом историка из Петербурга, Льва Лурье. И он присоединяется к нам прямо сейчас. Здравствуйте. Добрый день. Толстой, как и многие люди воспитанные по советской власти, читал роман Германа Матвеева «Тарантул», по которому режиссер Миронер снял фильм «Зеленые цепочки». Один из самых популярных детских фильмов. О, значит, неких детях, завербованных немецким агентом, которые с помощью ракетницы указывают цели немецкой авиации. Они совершенно не были заброшенные коллаборанты. То есть они были, согласно Герману Матвееву, по нашу сторону, внутри блокадного Ленинграда, а не снаружи. Как показали исследования, историка Никита Ломагина в архивах НКВД и в архивах разведки группы «Армий Север», которые хранятся в Соединенных Штатах Америки, ни разу не было зафиксировано того, чтобы действительно какие-то голодные дети сигнализировали немцам. Это такая же легенда, распространившаяся в городе после войны, как легенда, не знаю, об отравителях, об иностранцах, которые режут специально опасные бритвы для того, чтобы дети, которые жевали жевательную резинку, гибли. И еще целый ряд историй, которые существовали о черной руке, которая к себе прикоснется. Так что это такая народно-утопическая легенда, на которую, собственно, и ссылается граф Толстой. Лев Яковлевич, я не могу вас не спросить. Это, наверное, будет оценочное суждение. Тем не менее, вот сейчас и, собственно, Петр Толстой на том самом заседании, которое мы только что цитировали, и вообще в последние месяцы очень много говорится о том, что российская оппозиция в лице Алексея Навального издевается над историей, над памятью, над Великой Отечественной войной и, в частности, над одним из героев этой Великой Отечественной войны. Это, в общем, такая бесконечная, последовательная политика представителей власти и прогосударственных СМИ. Вот как бы вы это оценили? Видите ли вы оскорбление в том, что происходит оскорбление истории и великого подвига со стороны представителей оппозиции? Я, конечно, не вижу. Навальный, офицерский сын, воспитан на идее фронтовиков. У него много людей сражались. И я не думаю, что кто-то должен его обвинять в том, что он не является патриотом России. Он, как известно, занимает довольно независимую позицию по разным, довольно сложным вопросам, в отличие от, например, Ксении Собчак, он не считает Крым украинским. Он не так просто, как кажется. Мне кажется, что на него клевещут. С другой стороны, я никак не могу понять специальные власти. У нас по всей стране стоят памятники Владимиру Ленину, который общепринято брал деньги у Германии, у противника Российской империи. То есть он не просто был агентом влияния, он был агентом. Или Феликс Держинский. Кто финансировал Феликса Держинского в 1917 году? Человек, который принимал участие в убийстве императской семьи. И тут же союзники власти стараются поставить памятник Феликсу Держинскому около самого святого места для русского человека на Лубянской площади. Это путает молодежь, мне кажется. Ну и вот о растерянности этой самой молодежи много говорилось сегодня в стенах Госдумы. Молодежи, которые помыкают, которые манипулируют. По-вашему, это происходит? Мне кажется, что все-таки уполномоченная по делам детей госпожа Кузнецова, она должна как-то стараться. Что это она все время жалуется? У нее огромные ресурсы. Ей выделяют те деньги, которые мы получаем за счет продажи углеводородов. Мы недоплачиваем пенсионерам. У нас плохо с инфраструктурой. А она получает аккуратно деньги для того, чтобы наши дети думали правильно. Почему же они? Вот я хочу ее спросить. Что же такое? Как вы работаете, если дети выйдут и будут светить фонарик? Искажение истории. Вот просто хочется ваше мнение, правда, на последний вопрос. Искажение истории, о котором столько сейчас говорят, о надругательстве над нашим победой, над историей Великой Отечественной. Проблема заключается в том, что если нам не сказали, какая правильная история. Скажем, Александр Исаевич Сочиницын, с одной стороны, боролся против советской власти. Значит, он, наверное, был агентом Запада. А с другой стороны, значит, с ним встречался Владимир Владимирович Путин и постоянно посещает его вдову. У нас в каждом городе есть улица или проспект Академика Сахарова. Стоят памятники Сахарова. Вы скажите уже, что правильно, а что нет. К чего он слушается-то? Где правильная линия? У советской власти, которая говорила, что вы там клевещете, у них хоть была та правда, что у них был учебник истории. И вся пропагандистская машина рассказывала нам каждый год одно и то же про то, что Чапаев и Котовский хорошие, а Врангель и Деникин отвратительные. А и нам сейчас рассказывают, что и Котовский хороший, и Чапаев хороший, и Деникин хороший, и Врангель хороший. Ну, как разобраться? Ах, я в замешательстве, Лев Яковлевич, скажи честно, спасибо вам большое. Это Лев Лурье, историк, который нам разъяснил детали, в частности, вот той истории о коллаборационистах, которую сегодня привел Петр Толстой. И, в общем, к сожалению, он введен в заблуждение, видимо, да, как нам сказал Лев Лурье.